Больницы, школы, театры и стадионы – все это должно быть доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе для этого разработана специальная программа. К 2020 году планируется адаптировать 100% социальных, спортивных и культурных объектов для инвалидов, повысить квалификацию сотрудников реабилитационных центров, а также продолжить закупать специальное оборудование для детей с инвалидностью по слуху и зрению. В Самаре уже несколько лет решают проблемы инвалидов, причем при их непосредственном участии. Одна из основных проблем – отсутствие пандусов. Застройщиков обязывают учитывать этот момент еще на этапе строительства. Насколько доступными будут здания после окончания стройки, оценивают представители общественных организаций инвалидов. Мы, как общественная организация, нашли общий язык с министерством, мы составили, подготовили план на 2015 год. И вот уже два объекта проверили. Недостатков в вопросах доступности очень много. Это все отдокументировано и отдано подрядчик, который будет устранять эти недостатки. В прошлом году пандусами в Самаре оборудовано более 130 зданий. Специальные спуски есть и на отремонтированной набережной. Эта работа будет продолжена. Также в городе закупаются низкопольные автобусы и троллейбусы с откидной аппарелью. Выплачиваются субсидии на ремонт квартир, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в последние годы муниципальные предприятия Самары создают специальные рабочие места для инвалидов. Мы занимаемся трудоустройством инвалидов. 35 человек было трудоустроено в период с 2012 по 2014 годы. И сейчас вот в рамках программы, которую реализует Министерство труда и занятия Самарской области, мы планируем достаточно большое количество инвалидов, не менее 30-40 человек, трудоустроить муниципальные предприятия. На заседании комиссии по делам инвалидов представители общественных организаций обратились к городским властям с просьбой провести встречу с компаниями-перевозчиков. Кнопками остановки оборудованы далеко не все маршрутные такси. Это создает неудобства для инвалидов по слуху. Просьбу общественников пообещали выполнить. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События.